Привет. Меня зовут Саверченко Павел. Вы на канале Саверченко Павел Маркетинг Бизнес Семья. Сегодня я хотел поговорить с вами о уровне жизни, о восприятии человеком того или иного внешнего состояния и внутреннего состояния. То есть люди же по-разному живут. Кто-то живет в одних условиях, кто-то живет в других условиях. Для кого-то эти условия стоят одну сумму, для которой другую. Вот, например, здесь мы сейчас находимся в Шарм-эль-Шейхи в клубном ампарт-комплексе огромном, который называется Порт Ашарм. Он чистый, аккуратный, здесь много зелени, здесь охраны, здесь рабочие постоянно что-то делают, следят. Да, мы видим. Вы можете наблюдать все это на нашем канале Семья Саверченко влог, ссылка под видео. Каждый день мы укладываем нашей жизнью. Также можете смотреть сторис в инстаграм. Вот. И сколько стоит такая жизнь. То есть этот клубный комплекс включает двухкомнатный апартмент, который вы можете посмотреть также обзором на нашем канале Семья Саверченко много стран, он включает в себя сеть бассейнов, лежаки вот такие вот, да, новые, футбольное поле, анимацию, мини-аквапарк для детей, тренажерный зал. Я не знаю, что, трансфер до моря, три раза в одну сторону, три раза в другую сторону, даже некоторый раз по четыре раза. И здесь все чистят, убирают, следят, смотрят, сколько может стоить. Тут есть речка целая своя, тут есть рестораны, тут есть всякие развлечения, там, тут даже тарзанка есть, тут есть детский городок, тут есть куча всего, куча всего. В Европе, в США, даже и в России, то есть жизнь в таком комплексе, я не знаю, может быть, вы знаете, напишите, я думаю, обошлась, ну, как минимум, в 3-4 тысячи долларов в месяц, ну, арендовать апартмент и пользоваться вот этими всеми услугами. Здесь же аренда апартмента стоит 140 долларов и плюс коммуналка еще, может, 20 долларов будет, ну, то есть 160 долларов. Значит, я просто знаю людей в США, которые не апартмент, они арендуют дом, окей, но стоимость дома 20 тысяч долларов в месяц, 20 тысяч долларов, хорошо. Хотите дом вот здесь вот, да, вы можете арендовать два, вот видите апартменты, да, на первом этаже, два апартмента. Ну, три апартмента, вот у вас будет собственный бассейн вот здесь, что-то можете обердовать, три апартмента. Хорошо, три апартмента вам будут стоить 500 долларов в месяц. 500 долларов. Это три спальни и три гостиных получается. Причем в каждом апартменте по два туалета с душем. И даже если 500 долларов. Вот. Люди в США арендуют за 20 тысяч долларов и они не имеют такого и такой инфраструктуры даже, как вот здесь, и это не рядом с морем еще. Понимаете? И трансфера до моря у них нет. То есть, как вот сравнить, да, то есть, такой уровень жизни, то есть, в 20 тысяч долларов в месяц и в 500 долларов в месяц. Примерно одинаково. Да, вы можете сказать, это же США, там больше всего, чего. Да, тут тоже куча всего. Например, в Шерм-Иш-Сейхе, Египте достаточно развитый город туристический. Здесь очень много, здесь хард-рок-кафе есть, здесь есть там пицца-хат, там всякие макдональдсы, бургерты, ну и все-все-все, все это есть. То же самое. Рестораны всякие, разных кухонь, здесь куча отелей Риксос, Хаят, Мариотт, там в этих отелях есть рестораны, которые вы можете посещать. Ничем я не сказал, что прям, я не был, конечно, в таких комплексах, в которых я не жил, я не могу с определенной точностью говорить вам о тех или иных вещах. Но, по крайней мере, даже сравнивая такой, этот факт, что это такое. Получается, что человек может жить в таком комплексе, как в Шерм-Иш-Шейхе, в течение двух лет за 20 тысяч долларов. В принципе, имея абсолютно все те же самые привилегии, что имеет человек, который живет в Штатах в комплексе, снимая дом за 20 тысяч долларов в месяц. То есть, либо ты живешь месяц и пользуешься всеми теми же удобствами этого мира, либо ты живешь два года. Есть разница? То есть, для того, чтобы зарабатывать 500-500 долларов в месяц и для того, чтобы зарабатывать 20 тысяч долларов в месяц – это огромная разница, хотя уровень жизни одинаковый. Почему? Мы не можем жить в комфортных условиях за меньшие деньги, потому что мы не знаем, где найти эти комфортные условия, потому что мы не даем себе возможность открыть свой мозг и впустить туда информацию. Поэтому мы ограничиваем себя и не развиваемся. Проблема не в деньгах, друзья, вообще не в деньгах. Проблема в том у людей, что они не хотят впускать в свой мозг информацию. Вчера, например, я рассказывал людям про новый сервис по путешествиям для России, хотя он уже существует в мире 14 лет. И люди не воспринимают его адекватно, потому что они что-то новое, им сложно это понять, сложно воспринимать. Хотя я им рассказываю, что так и так, что объясняю, что вот это вот слово, пятое, десятое, но они не воспринимают. Понимаете? Вот. То же самое, как я рассказываю вам сейчас вот про то, что вот можно здесь в Шарм-ль-Шейхе снимать апартмент за 140 долларов и пользоваться огромным количеством привилегий здесь. Понимаете? Я как бы тоже люди всерьез это не воспринимают. Я тоже раньше всерьез это не воспринимал, когда я думал, что путешествовать можно только с большими деньгами, как бы да, только по дорогим отелям там и так далее, да. Я не знаю, что это комфортно будет или дискомфортно. Вот. Хотя, с другой стороны, также люди какую-то информацию воспринимают. Ну вот, я, допустим, обучаю сейчас гитаре, да, игре на гитаре. И девушка, она, вот для меня там сыграть вот эти пару нот – это вообще легко очень, понимаете, вообще очень легко. Я на это затрачиваю две минуты, а она затратила целый час, чтобы в этом понятии разобраться. И она получает это удовольствие, готова за это платить и абсолютно без вопросов. А когда я людям рассказываю информацию касаемо YouTube, касаемо автоматизации, касаемо бизнес-процессов, каких-то новых сервисов, которые улучшают нашу жизнь, позволяют нам жить свободнее и счастливее, то люди не то, что они считают это чем-то ценным, они считают еще это и чем-то странным и сложным, и что это вообще какая-то фигня, короче говоря. Вот. Поэтому, конечно, сложно нам, друзья, то есть те люди, которые хотят привносить в этот мир что-то новое, что-то интересное, нужно проходить очень долгий путь и никогда не останавливаться. По сути, если так посудить, то огромное количество людей во всем мире, которые известны сейчас, которые внесли какие-то изменения в этот наш мир, они уже тоже проходили через термии, понимаете. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, хотите изменить жизнь других людей, то вы должны быть готовы к тому, что это долгий термистый путь. Но, если он доставляет вам удовольствие и если вы понимаете, что это принесет вам тот результат, который вы хотите, а я могу гарантировать, что все эти вещи, которые я вам говорю, они принесут вам результат, если только будете делать это регулярно и не останавливаться. Поэтому давайте двигаться вместе, давайте поддерживать друг другу, помогать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои развернутые комментарии, делайте свои каналы и снимайте видео. Все, всем пока, хорошего дня.